Инженеры Росгвардии Пульяновской области за 2021 год обнаружили и обезвредили 230 боеприпасов и свыше 4,5 тысяч взрывчатых веществ. Подразделение отметило юбилейную дату – 75-ю годовщину со дня образования. Свой профессиональный праздник они встретили на боевом посту. Вот он, стартовый щелчок служебной машины. Обратный отчет пошел. Все действия команды саперов, кинологов и инженеров продуманы наперед. Здесь каждая секунда на счету. Вызов на безопасность принят. Они не показывают лиц, не говорят настоящих имен. Работают оперативно, тихо и, главное, эффективно. Они редко показывают свою службу и никогда не допускают на место обнаружения опасных предметов. Взрыв может произойти в любую минуту. В таких условиях защита – важнейший элемент экипировки. На голове шлем, на теле бронежилет, бушлат и защитные штаны. В общей сложности на сапере 35 килограммов веса. Бронежилет защищает от попадания пули пистолетной, защищает от ручных гранат. Также данный костюм защищает специалиста от угасного взрыва. Эквивалентно 200 грамм тротила. Чтобы найти и обезвредить собой у группы разминирования с десяток современной техники, блокиратор в радиусе нескольких метров глушит все радиосигналы, чтобы не допустить дистанционного подрыва. В ход может пойти и специальный рентгенаппарат, но сначала в дело вступают кинолог и его напарник. Бельгийская овчарка Рэй на службе уже 4 года. Для работы в Росгвардии пёс прошел обучение в Тюмени и уже подкрепил свою выносливость, физическую подготовку и навыки на всероссийских соревнованиях. В их собственном арсенале нет ни пуль, ни оружия, но найти боеприпасы они могут даже на детской площадке. В прошлом году группы разминирования ОМОН Росгвардии обнаружили и уничтожили ржавую гранату на садовом участке. Работать сапёром и кинологом приходилось и с находками, которые выловили рыбаки. На удочку в Корсунском районе попался образец учебной противотанковой мины. Независимо от того, какой выезд, мы выполняем весь комплекс мероприятий, который предусмотрен. Потому что изначально мы не знаем, на что мы едем. То ли это пустая коробка с какими-то игрушками, то ли это реально взрывоопасный предмет. В числе находок и гранаты, и снаряды, и электродетонаторы. Порой инженеры обезвреживают боеприпасы, рискуя своей жизнью. Поэтому права на ошибку у них нет. Марина Тимофеева, Алексей Прохоров и Илья Рябов. Вести. Ульяновск.